Доброго времени суток! Обозначим числа данной таблицы следующими переменными. x, y, z, t, a, b, c, d, e. Таким образом, в центральной клетке число А. Из условия следует, что x, y, z равно 10 и одновременно x, t, c. x, y, z, c, y, z, c. Из этого будет следовать, что y, z, c, c. Далее возьмем один квадрат, вот этот нижний, два на два. И получается, t, умноженное на c, умноженное на d, умноженное на a, равно 4. И одновременно, если взять вот этот квадрат, получается, что y, z, b, умноженное на a, тоже равно 4. Итак, здесь у нас получилось, что t, умноженное на c, равно y, умноженное на z. Здесь умноженное на c, а, и здесь умноженное на c, и здесь умноженное на c. Из этого следует, что d равно b. То есть, вот эти числа в зеленых клетках должны быть равны. Из соображения симметрии будет следовать, что все числа в зеленых клетках одинаковые, то есть Y равно T равно D равно B. Таким образом количество переменных существенно сократится. Ну а из равенства этих чисел необходимо будет следовать, смотрите, раз YZ равно T умноженное на C, а Y равно T, значит Z равно C. А из этого следует, что и числа стоящие в угловых клетках также равны между собой, то есть X равно Z равно C и равно E. И таким образом на самом деле количество переменных, рассматриваемых, можно существенно сократить и записать таблицу уже в другом виде. Сейчас мы это и сделаем. Так, я поубираю те числа, которые были, те переменные, собственно, A можно было не убирать, а я сейчас верну на место. Так, можно убрать. И расставить теперь такие переменные в таблице. В угловых клетках поставим переменную X. В боковых клетках переменная Y. И тогда задание, естественно, существенно упрощается, поиск решения существенно упрощается, поскольку, посмотрим, какие у нас получаются равенства. То есть, что X в квадрате, умноженное на Y, равно 10. Одновременно, Y в квадрате, умноженное на A, также равно 10. И возьмем какой-нибудь квадрат. И Y в квадрате, умноженное на X, умноженное на A, равно 4. Из того, что A, умноженное на Y в квадрате, равно 10. Из последнего равенства будет следовать, что X равен 0,4. Тогда, подставляя найденное X в первое из этих трех последних уравнений, найдем Y равное 10, деленное на 0,4 квадрате. И это получается равно 62,5 квадрате. Подставляя теперь найденное Y вот в это уравнение, получим A, равное 0,256,00. Материал подготовил Шравцов Виктор Анатольевич специально для сайта Ягубов РФ.